Дай нам, Спаситель, достойно святыню Твою принять. Вот такое желание, я думаю, испытывает каждый человек, который находится в Доме молитвы, правда. Господь, мы очень благодарны Господу, что Он дает нам эту привилегию, братья и сестры, раз в месяц по-особому об этом размышлять, об этом говорить и совершать. Господь, 26 глава Евангелия от Матфея, 26 глава Евангелия от Матфея, она повествует о последних событиях жизни нашего Господа. Если мы откроем эту Библию, нашу книгу, 26 главу, мы посмотрим, там есть несколько особых событий. Прежде всего, она начинается тем, что в Доме Христос находится в окружении людей, и там находится одна женщина в Доме Симона Прокаженного, которая совершила нечто очень особенное. Все свое сбережение, которое она имела, она потратила, чтобы приобрести лавастровый сосуд с миром драгоценным. И когда находился Господь в этом Доме, она разбила этот сосуд, и она помазала Господа миром, приготовив Его к страданиям. В этой же главе мы находим события, когда Господь Иисус Христос вместе с учениками находится в горнице, и Он дает им новую заповедь, устанавливает. Заповедь о теле ломимом и о пролитой крови. Он совершает в последний раз Ветхозаветнюю Пасху, и на этой вечере Он устанавливает Новый Завет. Мы находим в этой же главе события, когда Господь вместе с учениками отправляется в Гефсиманский сад, где происходит величайшая борьба, где Господь в молитве одерживает эту победу и соглашается с волей Своего Небесного Отца. В этой же главе мы находим предательство Иисуса Христа через Иуду. Мы находим, что ученики оставляют нашего Господа. Мы находим в этой главе, что Христа ведут в дом Каиафы, где Он подвержен допросу и унижениям. Братья Сестры, но я хотел бы сегодня из этой главы посмотреть на очень интересный стих, на мой взгляд. В 30-м стихе этой главы есть следующие слова. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Казалось бы, такой короткий стих. «И воспев, ученики пошли на гору Елеонскую». Этот стих, он как бы потерялся через эти важные события, которые мы сейчас кратко вспомнили. То есть, что произошло, когда Господь Иисус Христос в горнице дает наставление, оставляет заповедь, говорит о Новом Завете своими учениками? Заканчивается это событие, и Господь Иисус Христос поет и затем идет на гору Елеонскую. Возникает вопрос, для чего это было, с чем это было связано, какая причина побудила Иисуса Христа уделить этому внимание? Прежде всего, братья Сестры, нужно отметить, что Господь Иисус Христос совершал Ветхозаветнюю Пасху с учениками. И в Ветхозаветней Пасхе был определенный порядок, для чего ученики собирались, как это совершалось. И на этой Ветхозаветней Пасхе евреи, они пели. Иисус Христос хотел исполнить абсолютно все дайоты. Он ничего не забыл, он ничего не хотел, чтобы было что-то оставлено или было пренебрегаемым чем-то. Во время Пасхи иудеи обычно пели Псалом 112, книга Псалтыри 112, и пять последующих Псалмов, которые назывались Халел. Эти Псалмы, они были посвящены выходу народа израильского из рабства египетского. 114 и 117 Псалом обычно пели при завершении этого праздника Пасхи. И Христос не пренебрег этим важным иудейским обычаям. Он хорошо знал, что Он совершает в последний раз праздник Ветхозаветней Пасхи. И, братья сестры, эти события, как мы сказали в этих Псалмах, когда мы смотрим, они относятся к выходу израильского народа из Египта. И когда мы внимательно смотрим, братья сестры, это потрясающие Псалмы. Я не знаю, как звучала эта мелодия, но нам известен текст этих. Эти Псалмы наполнены, братья сестры, не какой-то печалью, унынием. Эти Псалмы наполнены радостью, благодарностью Богу. Обратите внимание, хочу в последнем Псалом 117, 27, 28, 29 стих. Обратите внимание, какие там слова. «Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». Далее. «Ты Бог мой, буду славить Тебя. Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Обратите внимание, настолько совпадает, где уста Господа Иисуса Христа восхваляют Богу и говорят о жертве, которую нужно вести к жертвеннику. Давайте себе представим эту атмосферу, в которой находился сам Господь Иисус Христос. Он хорошо знал, что через короткое время ему нужно будет находиться в Гефсиванском саду. И там будет происходить страшная борьба, братья и сестры, за нас с вами, за каждого человека. Там им будет предложен выбор. И Христос не зря, Он трижды умолял и просил, «Отче, если возможно, да минует меня чаша осия, впрочем, не так, как я хочу, но как ты». Он знал, что Его предаст ученик, один из учеников. Он знает, что будет подвержен унижениям в доме Каев и допросу, отречения Петра, далее перед Пилатом Голгофа распятие. Братья и сестры, можно ли в такое время петь? И говорит, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Я думаю, братья и сестры, можем мы для себя извлечь какой-то урок. Мы, христиане, последователи Господа Иисуса Христа и Его ученики. Какой урок хочет оставить Иисус Христос нам? Я думаю, здесь не только Христос хотел выполнить абсолютно закон. Здесь показано Его внутреннее состояние и Его сердце. Братья и сестры, когда люди поют? В основном люди поют, ну, когда как-то радостно, на душе, хорошо, этому способствуют, может быть, как-то обстоятельства. Братья и сестры, ну, мы видим Господа Иисуса Христа, который идет не с унылой, знаете, как-то поникшей головой. Он идет как победитель, как воин, как спаситель. Я верю, что Его голос звучал громче всех. И этот отрезок, который был на подъем, может быть, на гору Елеонскую, слышали ученики, слышал о небо, слышал духовный мир, слышал сатана и демоны, которые хотели повергнуть Господа в Гефсимании. Братья и сестры, когда мы собираемся вместе, я так благодарен Господу за то, что в нашей церкви звучит общее пение. Вы знаете, что в церкви Христа, в христианской церкви, история говорит, общее пение не звучало тысячу лет. Вы удивлены этим? Около тысячи лет не звучало общее пение в церквях. Выполняли бы профессиональные заказные артисты, может быть, люди, которые были специально поручены это. И только в период реформации, когда была переведена Библия, когда люди получили Слово Божие, когда люди поняли, что человек спасается благодатью, были составлены прекрасные гимны, которые дошли до нашего времени. Гимны, которые раскрывают сущность живого Бога. Спасение, которое совершил Иисус Христос, которое прославляет Господа. И мы очень благодарны за то, что в нашем доме молитвы звучит общее пение. Братья и сестры, я вспоминаю, когда еще жили на Украине, пришлось посещать больных людей на дому, те, которые прикованы уже долгие годы, не имели возможности посещать до молитвы. Мы, как служители, приходили посетить свечерей Господней. Я каждый раз обращал внимание, что брат или сестра, которые находятся на одре болезни, они просили не только почитать, но не всегда просили спеть. Спойте, брат, этот гимн. Я до сих пор помню, знаете, мы пели вместе, тихо, нестройно, может быть, стричка дремлежащим голосом, но мы пели эти гимны. Это величайшее благословение. Я бы хотел, братья и сестры, что мы подумали об этом. Это где-то утрачивается в нашей повседневной жизни. Друзья, когда наши детки здоровы, когда они бегают дома, когда ничего, знаете, нету болезни, страдания, я бы хотел, чтобы родители, пойте Господу. Пусть ребеночек засыпает не с планшетом в руке или с телефоном, братья и сестры. Пусть ребеночек засыпает под пение отца или матери. Сестричка, которая ухаживала за своим мужем, который какое-то время болел и тяжело болел, и посещая ее, он говорил, он тоже просил слышать песни, гимны о Небесной Отчизне, о Родине. Те, друзья, которые ухаживают за своими родителями или просто за пожилыми людьми, друзья, пойте. Пойте гимны, которые поистине отображают лик Христа, Его дело, Его спасение, Его благость, Его доброту. Друзья, когда мы участвуем в служении, и слава Богу, что в церкви звучит служение, продумывайте ваши гимны. Каждый гимн пусть будет продуман. Прочитайте внимательно слова, чтобы эти слова отображали образ Христа. Внимательно прослушайте музыку, сопровождение, фонограмму этих гимнам, чтобы они не потонули, чтобы они привели в движение сердце наше, дух наш, в смирение, в радость, в торжество. Не ноги наши, но сердце наше пришло в движение, друзья, и мы вместе с Господом могли говорить, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Знаете, вспоминаю, давно это, может быть, было, не так часто это практикуется, но как-то на служении, когда совершается вечеря Господня, когда церковь собирается вместе, чтобы поклониться Господу, пели молитвенный гимн коленопреклоненно. И в этом тоже проявлена наша особая благодарность Господу. Бог дал способность человеку выразить свое отношение к Богу не только словами через стихотворение, через проповедь слова, но дал способность голосом, прекрасной мелодией прославить нашего Господа. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Обратите внимание, это был особый гимн, который приготовил и Господа. И, возможно, и ученики были удивлены, слыша это замечательное пение. Братья и сестры, вечеря Господня, это не панихида, не поминки. Вечеря Господня, это провозглашение победы Господа. Вечеря – торжественный и радостный праздник для всей Церкви. Но мы хотим, чтобы эта вечеря Господня, она прежде совершалась внутри нашего сердца. Я хотел бы что-то предложить сегодня для всей Церкви. У нас есть возможность сейчас склониться пред нашим Господом. Я хотел, чтобы наши молитвы звучали только благодарственные. Не просите ни о чем. Пусть наши молитвы будут сегодня короткими. Пусть каждый из нас сердцем или вслух скажет, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, за то, что вложил в сердце мою песнь, новую песнь. И когда наши молитвы утихнут, оставаясь на наших коленях, братья и сестры, давайте мы споем молитвный гимн из сборника 192. О, имя Иисуса! Нам так сладостно оно! Спасение! Счастьем сердцам! От Бога в нем дано! Счастье! Продолжение следует...